Всех поздравляю, дорогие, с престольным праздником, с праздником святителя Николая, с честным его Рождеством. Но, хотя в нашем храме предел был не был освящен конкретно в честь Рождества святителя Николая. Дорогие, праздник этот древний. О его праздновании на Руси было известно, есть сведения еще XII-XIII века, то есть еще со времен до Монокольской Руси. И праздник был известен. И праздновался повсеместно Русской Русской Православной Церкви до Екатеринских времен. Когда при этой благочестивейшей императрице, как провозглашалась в Церкви, было закрыто около 80% всех монастырей, более половины часовен. Монастыри лишились своих земельных угодий. Ну и вот и в том числе, среди ее семьи и деяний, это и упразднение праздника Рождества святителя Николая. У нас без сегодняшнего праздника известно только три праздника Рождества. Это, конечно, самый главный праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Когда на землю явился Сам Бог, пришел, чтобы спасти нас от работы и куражей. Мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы, потому что с него начинается исполнение древнего обетования, о том, что семя жены сотрет голову земель. Мы празднуем также Рождество Честного Славного Пророка и Претечеря Господня Иоанна, о котором Сам Господь сказал, что среди рожденных женами не восставал больше Иоанна Креста. Но вот оказывается, в древней Руси праздновался праздник Рождества святителя Николая. Хотя, после того, как в 2004 году его святейшество и святейший патриарх Алексий II благословил возобновление празднования этого праздника, Аще настоятель и прихожанин изволен. Но я думаю, что нам, где в храме был освящен предел святитель Николая, и мы так надеемся, что с помощью святителя придет время, и в том алтаре мы будем совершать божественную службу. Как нам не чтить память святителя и в этот сегодняшний день? И вот в это время различные исследователи стали изучать историю возобновения этого праздника. Многие уверены, что корни, несомненно, греческие идут. От Никейской империи. Я вижу это в предумении. Мало кто знает, что это такое. Когда сами крестоносцы завоевали святую землю, когда и малую Азию все они завоевали и установили там латинские империи, то вот только вот в малой части, в Никейской империи, туда, где сам не входила родина святителя Николая, оставалось просто. И вот, по-видимому, именно да, на родине святителя этот праздник, он и был первоначально установлен. Надеемся, что исследователи найдут и эти греческие корни этого праздника. Точно так же в сегодняшний день и в тех древних службах, которые сохранились в честь Рождества святителя Николая, а этих службах две, одна новгородского происхождения, а другая вятского происхождения. И в них упоминаются и святые и праведные родители святителя Николая, праведные Феофан и праведная Нога. Исследователи считают, что они были местными чтимых, месточтимыми святыми в том регионе, где святитель родился. Это подарок в Малой Азии и, конечно, мир религийский. С этим сегодняшним днем связанное и празднование установленное святителю Николаю и по другим поводам. Это и перенесение из Корсуни через Новгород в Зарайск иконы святителя Николая, который ныне называется Никола Зарайский. И принесение в город Зарайск пришлось именно на сегодняшний день 29 июля по Старому стилю. И поэтому установлен был местный праздник празднования иконы Николая Зарайского именно на этот же день во времена Океана Грозного, во время осады города Казани с царю явился святитель Николай, который ему сказал, что он не боялся, что шел на штурм Казани. мы с вами помним, что взятие Казани, уничтожение Казанского ханства это не просто всякие политические разборки, А это спасение русского православного народа от постоянных набегов Казанцев, которые предавали города и веси нашей страны разорению, опустошению жителей, кого убивали, а кого у семьи уводили в рабство. Так что это было именно избавление православных от засилий и семьи и генозимств. Умерение. И вот после этого Иоанн Грозный и московский святитель повелели перенести из-под вятки образ святителя Николая, который явился накануне Мамаева побоющего, накануне Кульковской битвы. Это образ святителя Николая, явленное на Великой реке, который известен как Великолецкий. И принесение его в Москву совпало с днем празднования Рождества святителя Николая. Так что и в этот день праздновался праздник перенесения Великолецкой иконы святителя Николая в город Москве. Празднование было установлено именно в этот день и один из пределов храма Святой Троицы, который более известен как храм Бакаравана Рву или еще более москвичам известен в одному из поздних его пределов как храм Василия Блаженного был освящен в честь Великолецкой иконы святителя Николая и празднование было установлено именно в сегодняшний день день Рождества святителя Николая. Примерно в это же время и в Новгороде один из монастырей был освящен в честь сегодняшнего праздника праздника Рождества святителя Николая. Так же как и в Отпричной Слободе напротив Троицких ворот Московского Кремля надвратный храм был тоже освящен в честь праздника Рождества святителя Николая. Так что праздник этот древний и вот в нашем богослужебной книге Миней где собраны службы святых на каждый день если мы откроем вот там мы видим и маленькую скромную подпись Рождество святителя Николая и приведены трабарь и кандарь этого праздника. Так что праздник это древний. Ну и еще мало кто знает и сам я только что узнал о том что в нашем благочине в городе Москве есть престол освященный в честь праздника Рождества святителя Николая. Я сам об этом только вчера вечером прочитал в интернете. Дорогие рядом с нами находится всем вам известный Иоаннопритеченский монастырь. Мы знаем мы помним о том что в этом самом деле монастыре в свое время его занимало КГБ в том числе в подвале и были расстрелы там в части монастыря находилась высшая школа милиции сейчас он наверное называется полицейство Нинске или что-то в этом роде. когда в самом начале 90-х годов был открыт храм князя Владимира в старых садах то естественно сами сразу же сами стали хлопотать и о том что эти церковные помещения были переданы храму были переданы церкви и образовалась общинащ сестер которая молилась об открытии этого древнего женского монастыря и вот старец Николай Горьянов сестер благословил молиться святителю Николаю сказав что он откроет вам монастырь и вот 11 августа 2000 года последовал последовало решение священного синода об организации об утверждении Иоанна политического монастыря естественно сестры это событие связывали единственное с помощью святителя Николая и поэтому когда у них самих стал реставрироваться центральный собор то 11 сентября 9 года Никольский семьи предел был освящен именно в честь праздника рождества святителя Николая так что нам говорить о том что этого праздника нет пока еще в церковном календаре конечно не появится и нам нужно этот праздник помнить и славить и святителя Николая потому что я верю чтобы помолить вам и святителя Николая по заступничеству Пресвятой Богородице ради ее иконы Три Радости помолить вам преподобного Давида Гориджийского придет время когда и наш храм который пока еще с виду не всегда похож на храм не всегда можно в нем прочитать что это храм действительно высияет во всем и саме своем влом величии и никто не будет проходя мимо сомневаться а что это за странное здесь здание всех вас с праздником дорогие сомневаться Продолжение следует...